Журналисты и блогеры Чебоксар собрались на крыше одного из городских зданий, чтобы провести эксперимент. Какой? Репортажа Ольги Пырочкиной. На крышах нынешних многоэтажек живет не Карлсон, а множество антенн и разного оборудования, в том числе базовых станций операторов сотовой связи. Они нужны, чтобы обеспечить абонентам качественную связь и интернет. Однако у некоторых людей они вызывают недовольство. Мол, соседство с этими источниками излучения может сказаться на здоровье. Чтобы разобраться в ситуации, мобильный оператор Мегафон обратился в Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашии, чтобы совместно замерить уровень электромагнитного излучения от антенн базовых станций. Специальные приборы измеряют плотность потока энергии. Согласно нормативам, она не должна превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр. На верхнем этаже в помещении, то есть непосредственно под станцией, от этих 1,9 микроватт остается практически ноль. Впрочем, категоричных заявлений специалисты не делают. Прибор показывает верхнее значение, текущее значение в данную секунду и максимальное за все время измерения. Две минуты мы измеряли и продолжаем измерять. Норма 10. Максимальное было зафиксировано 1,2. От перемены марки прибора результат не поменялся. Ну вот, среднее было 0,25, среднее значение, микроватт на сантиметр квадратный. Так, а максимальное нас обычно интересует 1,9 было. На верхнем этаже в помещении, то есть непосредственно под станцией, от этих 1,9 микроватт остается практически ноль. Впрочем, категоричных заявлений специалисты не делают. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения несколько раз меняла свое мнение о вреде или безвредности излучения от базовых станций сотовой связи. Последнее решение Всемирной организации здравоохранения, все же это вред от базовых станций не доказан. Базовые станции стоят не везде, а вот следующий прибор есть почти в каждой квартире. Микроволновая печь. Что показывает у нас? Ну вот 23 было зафиксировано максимально, а так примерно от 10 до 12. Заканчиваем эксперимент измерением излучения от предмета, с которым большинство неразлучны весь день, а иногда и ночь. Речь про телефон. Результат таков, если у вас до сих пор не смартфон, а более старая модель, лучше обновить. Было зафиксировано 2,7 в момент подачи звонка. Можно увидеть на экране, что звонок пошел, и значение максимальное. 0,1. Результаты утешительные, если учесть, что 89% детей в России пользуются именно смартфонами. Такие данные привели представители Мегафона на подведение итогов за 2016 год. Среди других важных цифр – доступность быстрого интернета для населения. Предметом нашей особой гордости является то, что на данный момент 70% населения Чувашской республики могут пользоваться услугой ЛТЕ. Это передача данных с очень быстрой скоростью. На данный момент эта услуга доступна у Мегафона в 15 населенных пунктах. Это все 9 городов Чувашской республики и 6 районных центров. Иными словами, республика стала на шаг ближе к полному устранению цифрового неравенства. А пользоваться ли этими благами цивилизации или сторониться излучения – решать вам.